Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин В этом году на Гомельщине выявлено амаль 800 злочинств по линии наркоконтролю. За бороду конфисковано больше, как 50 кг наркотиков, основным растительного походжения, марихуаны и маковой соломки. Такая информация была огучена на сегодняшнем посаджении Гомельского аблоконкама. С ситуацией ознайомились наши корреспонденты. Бородьба с наркоманией в Беларуси активизовалась в 2015 году, после подписания ответственного декрета президента. По сути, иншого шляху просто не было. Наркомания – это погроза не только демографичной ситуации, но и подрыв экономичных основ. И, как выник, постоянное снижение колькости жихоров в области, которые находятся на наркологическом улике. Зараз наркозалежными лечится крыху больше, как 9400 человек. 450 из которых выявлены в этом году. За незаконный оборот наркотиков, 465 особ все это притягнуты до криминальной отказности. Правогонные органы научились смагаться с этой заявой эффективно. Мы переломили те тенденции и те изощренные методы сбыта наркотиков. Сегодня Управление внутренних дел успешно разоблачает тех сбытчиков наркотиков, которые работают через интернет. Все возможные закладки и так далее. Есть формы и методы оперативной работы, которые позволяют сегодня разоблачать вот этих молодых людей, как правило, молодых людей, которые зарабатывают на сбытке наркотиков огромные деньги. На допомогу силовым структурам на Гомишине протягнули так само широк ведомостных и громадских организаций. Документально, намер организовать усебаковую боротьбу с распаусюджыванием наркотиков заманцевали принятием в этом году комплексного плана по супрадзейне незаконному обороту речевую. Правда, реализовать его в полном объеме пакуль не отрымался. У приватности не сформирована группа активистов БРСМ, которая разом с супрационниками милиции должна была вести профилактическую работу празд-интернет. Эта махчимость пакуль в уголе выкористовывается не вельми активно, причем як громадскими организациями, так и установами адукации и оховы здоровья. Сяродагучных пожеданий так само створение во всех научальных установах доброохотных студентских антинаркотичных отрадов. Выконать гэты доручения тем больше просто, что ответная практика на Гомельщине иснует уже несколько годов. Удельники отрада «Аньол» медицинского университета сустракаются не только со студентами, а и выступают у школах. Информация, полученная от ровесников, воспринимается больше эффективно. При этом волонтеры не обмежовываются только конкретными прикладами. Алий в участь вызнашает наркомана по внешнему выгляде. Уживание наркотиков – уже злочинство, реакция на якое повинна быть адекватной. Чаще это люди с отекшими глазами, с такой походкой валияжной, такой медлительной очень. Глаза у них будут такими, все в капиллярах красные. Лицо будет синего оттенка. Они будут очень уставшие, изнемощенные. Чаще это худые очень люди, которые истощены. Выникам посаджения облвыконкамы стали принять решения, у которых дополняют дзючий комплексный план по супрадеянию незаконному обороту наркотиков. В наступном годе у Града з'явятся билборды с социальной антинаркотичной рекламой. Такая же информация будет размещена на бортах громадского транспорта. Активизуется деятельность агитационных бригад. А у научальных установок проведут анкетирование на предмет уживания наркотичных сродков. Олег Сентюрова, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель». Святочный доброчинный марафон протягивается. Черговое мероприемство под назвой «Подары Новый год детям» прошло в областном доме детяти, где выховываются хлопчики и девочки с порушениями нервовой системы. Ханна Коральчук подчековилася, как тут сустракали гостей. Зараз у этой установки находится около 60 детей в возрасте 24-х годов. До речи, это наименьшая колькасть за опошние 10-ти годы. По словах работников, ранее тут одночасово знаходилася больше, как 200 выхованцев. Не глядячи на то, что многие дети имеют полное отхиление у здоровья, до 80% накироваются у приемной, а все звертаются у биологичные семьи. Четырехгадовый Стефан и его молодший брат Яков. Новый год будут сустракать у своей новой семьи, разум с приемными матью и батьком. Сегодня хлопчики развитываются с иншими выхованцами и работниками областного дома детяти. Такий, саправдый, новогодний суд отбылся, дякуючи до помощи необъяковых людей. Здесь живет маленький мальчик по имени Стефан, который еще год назад не слышал, и которому нужен был аппаратик слуховой, для того, чтобы он мог развиваться полноценно, рассказывать стихотворения и петь песенки. И вот Владыка Стефан купил такой аппаратик, и наш Стефан сейчас слышит, разговаривает. Более того, этого мальчика усыновляет семья, у него будет уже мама и папа. Это чудо, это Новый год, это исполнение желания. Не просто новым, а лей, саправдый, счастливым, повинен стать с 2018 и для других выхованцев. Гэтага им пожадали гости новогоднего ранешника. Представники областной организации Белорусского товарыства «Червоного крыжа», инспекция по справах неполнолетних, прокуратура и пограничной службы Гомельской епархии, а так само молодые мать и удельницы конкурсу «Миссис Гомель-2017». Кожный принес подарунки. Дед Морозы, гэтам и сами, такие слова прогучали для гостей в зале. И, саправдый, гэтая правила, повинен ведать каждый дорослый. Есть слова апостола Якова, которые должны исполняться все время. Вера без добрых дел мертва есть. Каждый христианин, особо в канун праздников, больших наших Рождества, Христова, Пасхи, Крещения и других праздников, старается сделать что-то доброе от своего сердца, от своей души. И вот в канун Рождества мы пришли сюда, чтобы поздравить деток, принести им подарки, какие мы можем помочь, может быть, кому-то в выздоровлении. Шмат хтос гэтых хлопчиков и девчонок никогда не бачу своих родных и навод першые кроки зарабил с допомогой работников областного дома детяти. Такие святые встречи дают махчамость детям, очуть увагу дорослых, их подтримку и пяшчоту. Ганна Каральчук, Гармарыщин, котель, радиоакампания «Гомель». Сегодня в широкий прокат выходит российская спортивная драма «Рух у гору». Одным из первых киностушку бачили гомельские киноматоры. Перед премьерным показом отбылся у кинотеатра имя Калинина. Эта подея стала сопраудным киноспортивным святом. Подробязности в наступном сюжете. Киностушка «Рух у гору» присвечена подеей Мюнхенской олимпиады 1972 года. В финальном матче баскетбольного турниру состракались сборные США и Советского Союза. Гульня назавсёду вошла в историю с усветного спорта. За три секунды до финальной сирены американцы выигравали 50-49. Однако советские баскетболисты сдолили перемахчим. Рашающий мяч закинул Александр Бялов. Дорогие, это подея мая про мои относины и до Беларуси. Золотый пас про сусюпляцовку Бялову отдал Беларус Иван Ядышко. Это событие, которое позволяет объединить людей вокруг баскетбола. Вне зависимости от того, какой их возраст. Кто-то помнит эту победу вживую, кто-то слышал о ней только о дедушах и о прадедушах. Сейчас они могут собраться в зале, увидеть это легендарное событие, пускай их художественные обработки. И, наверное, в их душах должно что-то шелохнуться, чтобы в дальнейшем свою жизнь посвящать баскетболу или хотя бы следить за своими баскетболистами и их поддерживать. Сперед премьерного показа «Стушки» про эти легендарные «Три секунды» сделали сопроводное спортивное свято с непередавальной баскетбольной атмосферой. Конкурсы, викторины, тематичная фотозона и ушанование зорок гомельского баскетбола, былых, сучасных и будущих. Причем отбывалось все под комментарий беларусского голоса баскетбола, спортивного журналиста Дмитрия Герчикова. Фильмы на спортивную тематику, они вызывают не только у нас, но и у наших зрителей особый интерес. Тем более, это фильмы, которые рассказывают о славных страницах истории нашего общего советского прошлого. И поэтому фильмы, которые снимают на эту тему россияне, для нас точно такие же свои, как бы если бы их снимали беларусы. Мы, конечно, видим этот праздник как повод, чтобы отдать дань уважения ветеранам спорта, молодым, юным, начинающим спортсменам, ну и тем спортсменам, которые на профессиональной основе добились определенных достижений, прославляя нашу гомельщину и этот вид спорта. У глядельной зали большим на две годины у дельники окунулись в те легендарные падеи. До Мюнхенской олимпиады сборная США 36 годов не проигровала, и вось первое поражение команды «Мары». Именно в это советские баскетболисты покинули американцев без олимпийского золота. Дух перемоги и спортивного подвига. Киностушка рух у гару безумовна пополнить шыраги аматоров гэтага прыгожага віду спорту. Максим Савин, Алися Рудзянкова, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». 155 годов с песней «Па пути». Белорусская чыгунка отзначает свой юбилей. С гэтой нагоды на вокзалах усіх обласных центров и буйных чыгуночных вузлов пройшли концерты. Пассажиров вокзала станции «Гомель» радовали своими выступлениями артысты народного хору «Берагиня», народного ансамбля песни «Гомельчанка» и вокальной студии «Санора». Гэта творчая коллективы культурно-спартыунага комплексу Гомельского отделения белорусской чыгунки. Гэта, а так сама іншая новины, вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далей у эфиры «Спартыунагляд». З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин.